МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они могли путешествовать только по одной стране. По Советскому Союзу. Что изменилось с тех пор? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как всегда, один из ведущих должен прожить два дня на 100 долларов. Второй может тратить неограниченные средства, которые хранятся на золотой карте. Алло, альфа-банк? И снова все решает Орел или Решка. Доброе утро, дорогие друзья. С вами снова Орел и Решка. Настя, скажи, пожалуйста, ты когда-либо мечтала побывать в Киргизстане? Да как-то нет, не мечтала, все честно. А почему? Это же бешкет. Шашлык-машлык. Там кефир-шнефир. Там киргизы, настоящие, не менее настоящих лошадят. Грозный. В общем, будет круто. Кому будет круто, мы сейчас решим. Бросай монетку. Решим. Орел. Решка. Привет. Решке. А что ты прячешь? Что ты прячешь? Нет, не надо. Вот так мне все понравилось сразу. Подожди. Стоп. Ты не мечтала здесь побывать? Я уже мечтаю. Как я мечтаю в Киргизстане побывать? Да. Да. Давай, мой край. Э-э-э. Золотой карточкой и выртирай. А что это такая красивая пьянка? Подожди. Это моя, Андрюш, машина. Все, давай, давай. Пешочком. Хорошо тебе, Андрюша, отдохнуть. Так, ну, раз пошла такая пьянка, пижачок можно снимать. Где там моя футболочка? Ой, Киргизстан. Бешкек – это столица Киргизии, бывшей советской республики в Средней Азии. Бешкек – не тот город, о котором сразу думаешь, когда планируешь уикенд. Но кто знает, может, туристические тропы зря обходят его стороной. Бешкек. 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 Бескек. Бескек. Субтитры сделал DimaTorzok В ближайшие два дня у нас с золотой картой будут только самые дорогие развлечения Бишкека. Самая изысканная еда Бишкека. А жить мы будем в самом шикарном отеле. Ну, как обычно. А вы уже придумали, где остановитесь? Да нет, я только карточку золотую забрала, а вы говорите, придумала. Наверное, какой-нибудь дорогущий отель будет, да? Да, а какой у вас самый дорогой? Есть всякие отели, есть дорогие, шикарные отели. Ну, знаете, я бы вам посоветовал так называемый джайло-туризм. Джайло, а что это такое? Джайло с киргизского переводится как горное пастбище. Джайло-туризм – это новый модный аттракцион для богачей. Туристы минимум на сутку забирают в дикие горы, где нет ни одной живой души. И там он за большие деньги живет традиционной жизнью киргизов, как это было и сто, и тысячи лет назад. Будете спать в юртах, но это будет на самом деле шикарно. Прямо в юртах ночевать? В юртах, как наши предки в свое время ночевали. Решено! В ближайшие 24 часа я проживу как настоящий киргиз-кочевник. Хорошо, а сколько это стоит? Это не дешево. Сутки такого горного туризма вам обойдутся приблизительно в 2000 долларов. Ну, хотя, чего я спрошу, сколько это стоит? С моей золотой карточкой мне вообще все равно, сколько это стоит. Прямо сейчас можно ехать? Прямо сейчас. В горы? В горы. А поехали! А-а-а! Прямо сейчас в горы, в юртах ночевать! В общем, пошли прахом все мои планы на дорогие развлечения бишкеков. Поехали в горы! До центра города 30 километров. Поездка на такси обойдется в 6 долларов. Это недорого, но поначалу лучше сэкономлю. Мало ли, какие там цены в бишкеке. А сколько стоит проезд? 40 сомов. А когда будем отправляться? Интересно, вот 5. 5-5 минут. О, хорошо. 40 киргизских сомов – это всего лишь 80 центов. Отличная цена за 40 минут в пути. Я сейчас вернусь никуда не уезжаю. Хорошо с золотой карточкой и гулд-максимум от Альфа-банка. Деньги можно снять в любом селе. И самое главное, без комиссии. Деньги можно снять в любой точке мира и без комиссии. Гиргизия – страна, которая лежит вдалеке от туристических троп. И мало кто знает, что тут есть интересного. Кроме гор, тут есть и чудесное озеро Иссыкюль. И традиции кочевых народов. И странные обычаи. Все это я постараюсь видеть за ближайшие два дня. Хотя путь не близкий. Из Бишкека до моего горного Джайло ехать почти 5 часов. Итак, перед нами Бишкек. Типичный постсоветский город каких-то десятки. Где на тополях ножиком оставляют автографы. Где в переходах продают всякий хлам. А молодожены приходят фотографироваться на центральную площадь. Все достопримечательности Бишкека можно обойти за полчаса. Приступим. Друзья, 4 из 5 человек, которые приезжают в Бишкек, назначают встречу именно под этими курантами. Не, не подумайте, я никому встречу не назначил. Я здесь потому что бесплатный Wi-Fi. Инстаграм. Добавить фото. Вот, пожалуй, и все. Неудивительно, что тут туристов я не увидел. Но есть в Бишкеке огромное преимущество, которое разом перечеркивает все недостатки. Тут все очень дешево. Как выяснилось, зря я экономил на такси. 100 долларов на 2 дня тут хватит с головой. Проезд в маршрутке – гривна 30. Обед в самых лучших ресторанах – 70 гривен. Приличные отели – меньше 100 гривен в сутки. Для джейло-туризма выбирают самые дикие места в горах, где нет никакой цивилизации. Ну, наконец-то, приехали. Надеюсь, этот джейло-туризм стоит пяти часов дороги. Ого! А вот и мое персональное джейло. Ах, юрта! Итак, джейло-туризм – это такое этнографическое шоу. Здравствуйте! Ой, как родную встречаете прям. Семь киргизов, облаченные в традиционные костюмы, привезли на грузовике юрту, детей, коня. И теперь будут изображать традиционную жизнь киргизов-кочевников. Вот и мое пристанище на ближайшие сутки. Это поляна, на которой стоит юрта. Здесь я буду ночевать. Здесь меня будут знакомить с местными традициями. И здесь зарежут мою честь на ужин барашка. А юрта уже готова? Нет, полуготовность. Сейчас она, быстро. На протяжении тысячи лет традиционным жилищем для киргизов была юрта. Внутри юрты нет разделения на комнаты. Тут же жили дети, родители, старики. Тут же варили обед. Тут же занимались сексом. На всех была одна комната. Юрта для киргизов – это не просто палатка. Юрта – это философский символ жизни всех вместе, одной семьей. Эта идея так важна, что верхняя часть юрты изображена на государственном флаге Кыргызстана. В Бишкеке немного достопримечательностей. И поэтому остается просто тратить деньги налево и направо. Тем более, что 100 долларов – огромное деньжище. Айда в дорогой ресторан. Прям ресторан, ресторанович. Салат с жареным пармезаном – 4 доллара. Миньон на гриле с жареным шпинатом и кедровыми орешками – 9 долларов. И по местным меркам – это космос. Какой дорогой ресторан. И я решил взять традиционное блюдо – манты. Спасибо, у вас 5 штучек в порции, да? Ну да, как ресторан, спасибо. Это огромные пельмени, сваренные на пару. Иногда их еще и поджаривают. Итак, пробуем. Ммм, как вкусно. Знаете, со стадолом и рестораном все-таки лучше питаться, чем на улице. А теперь самое интересное – счет. Так, 276. Это сколько в доллар? Все, спасибо. 5,5 баксов в ресторане поесть. Ну, как поесть? Правда, я заказал одно блюдо, но все равно 5 баксов. Это же дешево. Неприятная мелочь. Хочешь, не хочешь – набрасывают еще 15% за обслуживание. Крыгызский джейло-туризм – это не только дикая местность. Это еще соблюдение всех национальных традиций. Поэтому дальше по программе. Ой, убийство барашка в честь дорогого гостя. Здравствуйте. Иди сюда. Да. Сейчас в честь твоего приезда барана будем резать. Это по нашему обычаю так это делается. Ты только не переживай, не бойся. Бог так нам создал барана резать. Перед тем, как зарезать барана, вся семья молится. Перед тем, как зарезать барана, надо нож потачить, чтобы нож острым. ПОИРАuna ПОИРАна Ой, мамочка. Не могу смотреть. Все, с меня хватит. Надо поехать развеяться. Посмотрев на традиционную жизнь киргизов, понимаешь, насколько в мире относительны правила жестокости и морали. Киргизам вещи вроде перерезать горло барашку не кажутся ужасными. Для них это такое же обычное дело, как для нас вскопать картошку. Но киргизы – добрый народ. Просто к таким кровожадным вещам они относятся без ханжества. Глупо ведь думать, что мясо барана растет на дереве. Или что колбасу можно съесть, не убив животное. Это жизнь. Кстати, перерезание горла барашку – еще не самое шокирующее, что мы увидим в Киргизстане. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, барашка уже готова? Почти. Почти? Почти. Фу, ну мы с огоньком прокатились, с ветерком. Ужин в честь дорогого гостя готовят из всего барана, который еще утром бегал рядом с юртой. В ход идет все, кроме шерсти. Рубят хребет и делают из него бешбармак. Мелкие кости и внутренности жарят и готовят курдак. И, наконец, самое странное. Киргизы едят целые бараньи головы. Не представляю, как это будет, но это самое главное блюдо. Ого! Ого! Это все мне? Это все тебе. Ну вы даете, я же не съем все. Ой, какие громадные кости. Тебе это. Ну, придется, что ж поделать. Голову барана полагается есть только мужчинам. Ну или дорогому гостю. Вроде меня. Сперва, вот я сейчас тебе объясню, если ты мне разрешишь. Да, конечно, конечно. Вот это ухо надо сразу отрезать. Отрезать. Ой, мама. И отдать. Там, если на улице дети играют, им надо отдать. Эта часть традиционного киргизского ужина больше похожа на вскрытие в морге. Ух. Вы как хирург прям. Угу. С левой части головы барана снимают кожу. Ой, мама. Ее режут в пиалу и добавляют бульон. Это очень вкусная шкура. Так. Итак, кожа с головы барана. Ух. Ха-ха-ха. Ну, действительно вкусно. Конечно, выглядит не очень аппетитно, но вкусно. Вкусно-вкусно. Вот, потом что делается? Потом вот так переворачиваем, да? Ой. Видишь, вот здесь нёба. Нёба. Ага. Потом у головы барана вырезают нёба. Его полагается отдать молодой девушке. Чтобы она, когда выросла, вышивальщицей была. А-а-а. Вроде бы потому, что рисунок на нёбе напоминает узор. Бе. Ну, поверьте, друзья, уши, нёба и кожа с головы барана – это только цветочки. Глаз? Глаз. О, мамочка, о боже. Вы только не говорите, что мне его сейчас съесть надо. Нет, я тебе не говорю, чтобы ты съела. В общем, это самое вкусное место. Ой, глаз, глаз вылазит, ой, мамочка. Мы вот так разделываем, вот так надо делить, да? Это самому близкому человеку надо отдать. Андрей, ты мой самый близкий. Бери глаз. Только ради вас. А-а-а. М-м-м, а глаза-то вкусные. Глаз барана на вкус напоминает мягкий хрящик. Попробуй. Он нежный и имеет приятный мясной вкус. Сейчас найдимся у шеи, глаз. Честно говоря, не ожидала от такой противной штуки. После глаза ошарашенному туристу предлагают съесть мозг. Прямо из черепа. Ложкой. Ой, треснул как орех. Спасибо. Боже. А-а-а. Ну, хоть поумнее, надеюсь. Вот это оно, да? Ужас. Ну, Андрей Скорпионов ел. Что, я мозг барашки не могу съесть? Могу. А это вкусно. Похоже, когда кость, помните, так разламываешь, и оттуда достаешь вот этот мозг. Вот это точно такой же вкус. Чем-то даже на печенку похоже. Вкусно. Безжалостно, конечно. Ну, вкусно. Ну, и завершает этот незабываемый ужин вкусняшка под названием курдюк. Это самая почетная госпожа. Курдюк – это попа барашка. Она очень жирная. По сути, курдюк – это вареное, теплое, мерзкое сало. Как символично. Самому уважаемому мужчине мозг, а самой уважаемой женщине – попку. Интересно. Вы каждый день так много кушаете? Мы кыргызы. Наш организм этого требует. Мы хотим мясо кушать. Если надо будет, каждый день мы хотим мясо кушать. В таких сундуках хранили все самое ценное, что есть только в юрте. А что у меня самое ценное? Золотая карта, голд максимум от Альфа-банка. Все. Как в сейф положено, надежно. Несмотря на то, что Бишкек – город, ну, совершенно не туристический, хостелы тут, как ни странно, есть. Здравствуйте. Скажите, есть номера свободные у вас? И в какую цену интересуют? 12 долларов в сутки. 12 долларов в сутки? Мы привыкли, что обычно такие деньги нужно отдать там за койку в номере на 8-10 мест. А тут целый персональный номер. 12 долларов на 1 человека, двуспальная кровать? Я даже смотреть не буду, мне подходит, если есть свободные номера, да? Все отлично. Я не знаю, конечно, что там в номере за 12 долларов, но внешне это похоже больше на гостиницу «Три звезды», а не на хостел. Вот этот сразу, да? Ху-ху-ху-ху-ху! Раньше как? Разожгли костер посреди юрты и жара всю ночь. А сейчас поставили какой-то слабенький обогреватель и холод собачий. Ой, Господи! Ну, на том спасибо. О-о-о! О-о-о! Ночью в юрте стоит собачий холод. Не спасают ни одеяло, ни обогреватель. О, свеженькая ночь будет, чувствую. А еще все время стоит надоедливый шум. Фу-у-у! Спокойной ночи, ребята. Ничего себе 12 долларов! Да, все, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ху-ху-ху! Ничего себе! 12 баксов! Мне нравится Бишкек. Жильем проблем. Нет. За все свои путешествия с Орлом и Решкой я не припомню ни одного хостела с отдельным туалетом, душем. Халаты, да я не знаю, здесь какой-то пятизвездочный номер, реально. Душевая кабина такая, что здесь может человек 10 спать. Тапочки! Даже с намеком на кожу. Плазмой, бесплатным вай-фаем, большой двухспальной кроватью и дизайнерским интерьером. Колотите-майтите! Напоминаю, все это стоит всего 100 гривен в сутки. А я до сих пор не могу поверить, что за две штуки баксов мне придется всю ночь мерзнуть. Генератор долбанный! Чего ты так горчишь громко-то, а? Ну, хватит! ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Когда-то у наших родителей не было возможности выезжать за границу. Они могли путешествовать только по одной стране. По Советскому Союзу. Что изменилось с тех пор? Городи всех, кто молоды, нам надо победить! Как всегда, один из ведущих должен прожить два дня на 100 долларов. Погнали! Второй может тратить неограниченные средства, которые хранятся на золотой карте. Алло, альфабан? ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И снова все решает Орел или Решка. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Это была самая холодная ночь за 2000 баксов. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Главное, чтобы, пока я тут чистую зубы, кто-нибудь из богатых туристов перенимал там ванной выше по реке. Доброе утро, кстати. А тут у меня еще и бассейн за 12 баксов. Чего себе? 12 долларов в бассейн, двуспальная кровать. Елки-по. Одна из самых главных достопримечательностей Кыргызстана – легендарное озеро Иссыкюль. Миллионер может запросто прогуляться по нему на катере. А вот и моя я. Ну что, можем плыть. Иссыкюль – громадное горное озеро. Вода кристально чистая. Вообще, смотрите, синяя-синяя. Она прозрачная. Иссыкюль заменяет всем жителям Средней Азии море. Сюда приезжают киргизы, казахи, узбеки. Так же, как мы в Крым или в Сочи. В таких местах, как Иссыкюль, обостряются все чувства. Хочется смотреть на километры вокруг. Слушать эхо каждого звука. И ловить дуновение ветра. В таких местах, как заповедник Ала-Арча, неподалеку от Бишкека, действительно отдыхаешь и душой, и телом. Красивый он, Кыргызстан. Кыргызстан. Я приехала на самое элитное развлечение в Кыргызстане. На охоту с беркутом. Традиционным развлечением кыргызской знати издавна была охота с орлом-беркутом. Здравствуйте. Меня Настя зовут. Я нашла знаменитого охотника, который знает о беркутах все. Шенбек, беркучи, шенбек. А его как зовут? Его зовут Джамар. Джамар? Ему 5 лет. Ничего себе здоровый такой. Беркута перед охотой не кормят несколько дней. Поэтому он и кричит. Просится на охоту. У беркута на голове кожаная шапочка. Если ее снять, он сразу увидит добычу и полетит охотиться. Но пока рано. С беркутом охотятся на зайцев, лис, сурков. Даже на волков и косуль. Он тяжелый, да? Сейчас на ваших глазах беркут будет охотиться на лесу. Все, здесь будем охотиться? Да, здесь хорошее место. Все просматривается. Сейчас кампачок снимаем. Он поищет. Если кого-то увидит, он полетит. Если никого не увидит, нет. Он ищет сейчас. А, получается, сейчас он смотрит? Беркут может разглядеть добычу на расстоянии в 4 километра. Вот как он видит. А можно я его подержу? Да, давай. Ой. Ого, тяжелый. И огонь! У-у-у! Полетел, полетел, полетел. Увидел кого-то, увидел, да? Ой, смотрите, смотрите, смотрите. Поймал, поймал лисицу. Поймал. Поймал. О, боже. Мамочка. Он поймал лисицу, реально. Но она еще живая. Ой. Ой, ой, ой. Ой, мамочка. Ой, боже. Ой, мама. Он хочет? Нет. Ой, мама. Ой, мама. Фух. Что, рода, секта? Я думала, он мышку какой-то словит и улетит. Это ужасно. О, боже. Ой, какой ужас. Это вообще. Не плачь, не плачь. Не надо плакать. Ой. Это не для меня развлечение такое вообще. Это даже не развлечение, а какое-то убийство, блин. Фу, не хочу смотреть. Обычно добычу у беркута охотник отбирает. Но в качестве поощрения ему разрешается склевать последнюю добычу. Но так как лиса у нас была одна, она и досталась беркуту. Неприятно было узнать, что лиса была заготовлена заранее, в ящике. Ей не дали ни одного шанса. Не знаю, какое можно удовольствие получить от охоты. Это не женское, наверное, занятие. Не женское. Друзья, здесь в Бишкеке есть очень необычное заведение. Бар, который называется «Квартира». Но для меня здесь вообще праздник, потому что именно сегодня тут бесплатное пиво. Бар-квартира оформлен в стиле обычной холостяцкой хаты. Атмосфера в баре в прямом смысле слова домашняя. На стенах обои, как в советской квартире. Характерные люстры. Ковер на полу. Полки с книгами. Официанты в тапочках. И даже наглый, жирный кот, который ест прямо со стола. Прикольно. Крутяк. Здрасте, а что это у вас? Бигуди. А вы тут работаете? Прикольно, мне уже нравится. Тут даже официанты одеты в домашнюю одежду. Поэтому с дресс-кодом можно не заморачиваться. В Бишкеке так все дешево, что бывает даже бесплатно. Бокал пива в квартире стоит недорого. Но прикольно то, что тут наливают и бесплатно. Надо только произнести одну из утвержденных барменом скороговорок. Учи. Учи. А там другие, а там полегче. Тут очень тяжело. Учи, учи. Первую скороговорку для первой кружки пива выучить не так уж и сложно. Наш панамарь, вашего панамаря, не перенаправлен. А так другую. Давайте. У Кира и Фира и Квартира были пир. Фикер ер. А, Факир. У Кира и Фира в квартире был пир. У Кира и Фира в квартире был пир. Факир ер. Зефир пил кефир. Факир. А Фира и Кира не пили. Кефира не ели. Зефира кормили. Факира. Да. Спасибо. Для второй кружки пива тоже реально выучить. Нет абрикоса, кокоса, нет абрикоса, кокоса и риса. Палтус нет вкуса, кваса и риса. Компаса нет, баркаса и троса. Термоса, пресса, индусы, матроса. Вкуса нет, баса, веса и спроса. Нет интереса, нет вопроса. Но я один раз подсмотрел. Можно так. Там половинку. Ну ладно, я один раз посмотрел, одну секунду. Прикол в том, что вот чем дальше, тем сложнее и сложнее. После пива эти скороговорки даются совсем легко. Забыл Панкрат, Кондрат, в Дамрату. Панкрату без Дамкрата не подняли на тракте трактора. Ждет на тракте трактор Дамкрат. Порыва, перерыва, 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 корочки. Наш Панамарий вошел, Панамарий, а пили вы Панамарий? Не пили вы Панамарий? В общем, крутецкий бар. Всем рекомендую. Перешонки к малышонке. Ответушитель, миксер, чайник, кран. Маленькая бутылка Джеймисона. Пиво дайте мне, пожалуйста. Я еще раз... О, спасибо большое. Ребят, даже если вы не справляетесь, главное, глаза, чтобы горели, и все дают. А ты нашел бутылку со стабаксами? Нет? Так приезжай в Бишкек и забирай. За бутылкой отправляйтесь в ботанический сад Бишкека. Идите по аллее от улицы Ахунбаева к дирекции сада. Рядом с щитом абрикос обыкновенный, под бетонной плитой и лежит клад от орла и решки. Ёлочка. Так, приезжай. Не будь надежна. Бишкек За два дня стало ясно, что Бишкек не богат на достопримечательности. Но если вы хотите прожить два дня на 100 долларов, как шотландский лорд, то вам сюда. Тут у меня еще и бассейн за 12 баксов. Кыргызстан очень красивый. Город. Озера. Но местные обычаи и традиции показались мне слишком жестокими. Ну их. Я даже смотреть не буду, где подходят. Колосите-майтите. Мне этот генератор долбан. Зефиры кормили факира. А глаза-то вкусные. Удобство, как в 15 веке. Все за юртой. Ну смотрите, смотрите, смотрите. А-а-а! Да. Это не для меня развлечение такое вообще. Это даже развлечение какое-то убийство, блин. Фу, не хочу смотреть. 1635. Ну приятно смотреть, когда ты сидишь с рюкзачком, скучаешь. А я тебя секунд 10 всего ждал. Да ладно. Привет. Как у тебя дела? Андрей, ты знаешь, я в шоке. Так. Я же о Кыргызстане ничего не знала. Для меня реальный Кыргызстан стал открытием. Тут такие красоты, тут такие виды, я такие горы видела. И самое главное, я съела мозг барашки. Мозг барашки? А я ем то, что ты готовишь постоянно. Знаешь, смотри. А я что тут ходил? Ну, ходил. Смотри, смотри, смотришь, как шпиончик. Вот тут, тут, тут. Не могу с уверенностью тебе сказать, что Кыргызстан самая креативная страна в Средней Азии. Вот этого я не знала. Кыргызстан молодцы. Они ко всему так подходят, интересны. Как? Не так, как все. У них такие лофты. Креативная агентство. Такая какая-то у них своеобразная идея. Мы швели, они же. Тут, 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 тут. Обязательно, мы же приедем. Когда? Летом не сказали. Здесь, где? А, мне сказали, здесь. А, мне сказали, здесь, где-то. А, мне сказали, здесь.